Есть еще один важный аспект. В день, в один день с мобилизацией произошел обмен. Один, наверное, один из самых исторических, я думаю, обменов за всю историю этой войны, который уверенно будет вписан в хрестоматию, потому что вернулись символы не только украинской нации и украинской победы, я уверена, вернулись не только азовцы, но вернулись же и символы российской пропаганды. Ну то есть те, кого они ни за что не собирались отдавать, никогда. То есть сколько эфиров и денег было влито в эти формулировки. И по факту в день, когда происходит, объявляется мобилизация, происходит абсолютно, казалось бы, на первый взгляд, нелогичная вещь, вот такая самая демотивирующая, и происходит этот обмен. Арестович предположил, что это гайки координации, что это настолько потерянная координация и настолько уже проваленная абсолютно система руководства военного российского, что вот получилось вот так. У вас какая точка зрения? Вы знаете, во-первых, я счастлив, что наши герои дома. Я безмерно счастлив. Я вам скажу то, что я никому не рассказывал. В ночь перед выходом ребят с Азовстали, я говорил и с Калиной, и с Денисом Прокопенко. Вот в ночь, буквально за несколько часов до их выхода. И я с ними говорил, я говорил какие-то слова, соответствующие этому моменту. Я в душе был абсолютно уверен, у меня прямо слезы на глазах сейчас, я был абсолютно уверен, что я их больше никогда не услышу и не увижу. Я понимал, что они погибли, их нет. Я никогда не верил в то, что Путин сможет их отдать. Я объясню почему. Вспомним, зачем он шел в Украину. У него были цели. Денацификация, да? Д чего там еще? Демилитаризация. Демилитаризация и еще какая-то гадость. Денацификация. Значит, он говорил своим адептам, российским гражданам, что в России руководят фашисты, нацисты. Ну, и что воюют нацики, а кто самые яркие нацики, это, конечно, азовцы. А самый главный нацик, это, конечно, Денис Прокопенко, герой Украины. То есть, теперь представим ситуацию. Они уже клетки делают для суда в Мариуполе над азовцами. Клетки варят уже там металл в здании филармонии, по-моему, или что там. Он всем рассказал, смотрите, мы взяли в плен азовцев. Вот они, вот их командир, вот эти фашисты. Мы достали их с их нор, где они окопались. И мы их, значит, взяли в плен. И мы молодцы. И вот мы их будем судить. И вдруг он их отдает. Отдает за Медведчука. И вот здесь, вот, конечно, взорвались русские телеграм-каналы. Взорвались просто. Мне передают это. Я же в Украине не могу открывать ни русские сайты, ни русское телевидение, ни телеграм-каналы. Мне дают скрины с того, что они пишут. И они возмущены, как отдать главных фашистов за какого-то Медведчука. Да нахер нам этот Медведчук. Тут фашистов отдали. В общем, там вой поднялся несусветно. Что я думаю? Я думаю, что историю обмена мы узнаем обязательно, но позже. Я думаю, что здесь были задействованы мощные транснациональные силы, где были учтены интересы многих сторон. Интерес Саудовской Аравии, которая участвовала в обмене, в частности, наследного принца. Интерес Соединенных Штатов. Интерес Турции и Эрдогана. Интерес Украины и, конечно, интерес России. Вот все завязалось в единый клубок. Ну, знающие люди говорят мне, что у Путина и у жены Медведчука Оксаны Марченко особые отношения. Я пикантно скажу особые отношения. То есть, да. Первый раз об этом говорю тоже. То есть, исходя из этого, по большому счету Путину Медведчук не нужен. Объясню почему. Медведчук вор. Это человек, который деньги, выделенные на подрыв Украины, крал. То есть, ему выделяли рубль, он тратил 30 копеек, наверное. А остальное забирал себе. То есть, это человек, который не целево использовал средства для подрыва Украины. Путин это знает, конечно же. Так же, как и многие кураторы Медведчука в России, некоторые из них, мы знаем, находятся под домашним арестом до сих пор. Потому что Путин был в недоумении. Как это? Они же мне все говорили, что мы только зайдем и все. И хлеб, соль, и Украина пойдет к ногам. А что происходит? Потом стало понятно, что ему показывали потемкинские деревни. И один из тех потемкиных это Медведчук. Дальше. Медведчук давал яркие показания СБУ. Под запись все протоколировалось. И он там наговорил, конечно же, очень много. Я это знаю точно. Про многих и много. И про Путина, и про российскую агентуру, и так далее. Он рассказывал все. Путин это знает тоже. Поэтому, зачем Путину, давайте скажем прямо, нужен ворк. Нужен человек, который всех сдал. И который, к тому же, не очень достойно с точки зрения Путина себя вел. Вот здесь фактор Оксаны Марченко выходит на первый план. Я так считаю. То есть вы думаете, что Медведчука вернули? Я вот как раз хотела спросить, какая судьба ждет Медведчука, на ваш взгляд. И вы думаете, что он вернулся благодаря тому, что у Оксаны Марченко особое отношение? С Путиным? Да. Я думаю, в первую очередь, да. Мне говорят, ну вот Путин хочет показать своим, что, видите, своих не бросаем. Ну, слабый аргумент. Я думаю, что Путин с ним даже не встретится, с Медведчуком. Он ему не нужен. Отработанный материал. Спасибо. Продолжение следует...